Первое место по темпам роста объемов строительства, второе по инвестициям в основной капитал. Так выглядит наша область среди других регионов Казахстана. В департаменте статистики подвели итоги за первое полугодие. Подробнее о динамике макроэкономических и социальных показателей расскажет Кристина Горбаченко. Если говорить о самых интересных показателях, то это, пожалуй, заработная плата. В северном Казахстане она по-прежнему остается одной из низкой по республике. В первом полугодии средняя плата труда одного работника составила 81 325 тенге. В нашем регионе ценятся специалисты финансовой отрасли и страхования. Они получают в пределах 133 тысяч тенге, чуть меньше у связистов и транспортников. Заработная плата работников сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась на 7,9% и составила 65,4 тысяч тенге. В промышленности наблюдался рост заработной платы на 10,9% и составила 86,4%. Уровень инфляции в области составил 1,5%. Цены на услуги поднялись на 0,7%. Непродовольственные товары стали дороже на 1,1%. Продовольственные – на 2,5%. Это фрукты и овощи, алкоголь и табак, крупы, хлебобулочные и молочные изделия. А вот яйцо и масло подешевели. В розничной торговле темп роста составил 101,7%. Через сеть розничной торговли реализовано товаров на 64,4 миллиарда тенге. Из них 68% приходится на реализацию непродовольственных товаров. Статистики констатируют, в целом по области наблюдается положительная динамика основных макроэкономических показателей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в полтора раза и составил 54 миллиарда тенге. По этой позиции мы стоим на втором месте по стране. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства предприятий и организации, доля которых составила 72,5%. Доля бюджетных средств составила 16,9%. Кредиты банков – 5,2%. Заемы средств других предприятий и организаций в качестве источника финансирования инвестиций в основной капитал составили 5,4%. За первое полугодие североказахстанцы произвели продуктов питания почти на 34 миллиарда тенге и на 51 миллиард выпустили промышленных изделий. Сегодня в нашей области проживает более 571 тысяч человек. Из них свыше трех тысяч только появились на свет. С января по май североказахстанцы заключили почти 1200 браков. И, к сожалению, свыше 800 из них распались. А еще больше тысячи человек переехали в соседние регионы. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.